Здарова, стратегические жевжики, вы видите и слышите главного стратегического жевжика планеты Земля Алексея Халецкого, дуэлька в пятую циву, не я хост, пангея, без руинок, без шпионажа, две ггшки должно быть только, так, все остальное вроде, окей, ладно, поехали, понятно, надо знать установки карты, пангея, конечно, не совсем сбалансированная, по моему мнению, карта, так, так, а что он отменил, что произошло, а, он 4 ггшки поставил, поменял на 4 ггшки, окей, мне это больше нравится, когда 4 ггшки, а не, а не, две, без руинок, конечно, жалко, но, тем не менее, так, что нам тут рандомчик выдаст, какую циву я хочу, например, Корею, Вавилон, кайф, ну, я не знаю, как можно заверкать, что ему дали, Египет, ну, кстати, кстати, колясочками египетскими, вы знаете, вообще-то в начале колясочки египетские-то покруче будут, так, давайте глянем, с другой стороны мы можем быть где-то далеко друг от друга, я бы, наверное, не уходил, я бы, наверное, остался тут, дофига леса можно будет вырубить, и вообще, в принципе, неплохое место, так, что остаемся, скаута точно надо хотя бы, одного еды, правда, мало в начале, и, собственно, если он близко будет, то это проигрыш имху, вот он куда-то пошел, например, видите, он не ставит город, так, 40 очков у меня, надо не забыть, так, мы бесплатного ученого получаем при открытии письменности, но, ну да, надо будет в письменность зайти, в принципе, неплохое место, он тоже, кстати, на море поставил, обратите внимание, не желает нам удачи, быдло такое вот против нас играет, как вы думаете, ливнет, если будет проигрывать, или будет бороться? Так, я так думаю, что соперник в той стороне, судя по всему, вот вопрос стоит, я, наверное, все-таки сделал бы еще одного скаута, так, первая ГГшка, я ее нашел первый, Сидон, ну, так себе, так, Вавилон вырос, давайте вот эту клетку выкупим, и дальше, так, давайте вообще глянем, ну, у него, у него даже производство, ну, он явно на холме поставил, и плюс у него еще и клетка производственная какая-то, вот эти вот равнины мне очень не нравятся, это, блин, колясками египетскими, они не требуют лошадей, и они бегают на пять, на пять клеток, так, нету денег, да, выкупить лошадей? Еще ГГшка, так, давайте, надеюсь, первый, да, первый встретил, и выкупаем лошадей. О, слушайте, у нас там еще оленей есть, один амбарник даже, так, вот сейчас как у нас, и еды больше, ну, по производству хотя бы одинаково, но еды у него где-то на три еды есть клетка. Так, наверное, с монумента давайте начну. Я вот дуболомы, наверное, тут вот посмотрю и вернусь. Так, где соперник-то? Что-то не видать. Хм, может, у него тут горы, за которыми он сидит? Надо уже определяться, воля или традиция, а он как-то далеко. Блин, и там еще какой-то проход. Вот у меня такое ощущение, что тут горы созданы, за которыми он сидит. И это, видимо, тогда традиция получается. Так, надо возвращаться вот тут, исследовать. Блин, я не увидел. Ну, по-моему, Веллингвена я не первый встретил. Значит, Египет где-то здесь. Хотел возвращаться дуболомом, я помню, но надо исследовать все-таки, ребята. Надо исследовать. Ну, что, рисковать и брать традицию? Мне кажется, да, тут вот ощущение, что вот эти горы ему не дадут выйти. То есть, играть в развитие нам надо. Останемся лечиться. Так, тут вообще на производство переключимся. Нет, я, слушайте, Сидней первый встретил. Походу, и Веллингвена я первый встретил. Ну, слушайте, в развитии, мне кажется, Вавилон не переразвитить. Нет? Ну, я не знаю, мы сейчас его встретим. Мы же не знаем, может, он... Если он в волю, то, конечно... И вот по этим вот полям можно вполне спокойно добежать до... До меня и убить, как мне кажется. Так, давайте уникальных лучников вавилонских откроем. Блин, ну где-то тут, слушайте, такая пангея большая. Не, ну карта дуэльная. Ну, пангея большая что-то. Вот тут горы, господи. А где соперник? Ну, руинок нет, потому что они выключены. Так, на всякий случай, если кого-то интересует, где руинки. Выключены. Сейчас, я немножко прокачаю скаута. Вот это надо было сначала взять олигархию, а потом стрелять. Я бы убил... Я бы убил юнит. Так, ну я бы, наверное, у Мельбурна спер рабочего и вел бы его домой. Тут что от Седона, что от Мельбурна тяжело вести будет. То есть, а может, еще раз грабить? Давайте, наверное, пока не буду заключать... Мельбурна. Мельбурна. Не должен он убить мне рабочего, а за разграбление я получу ништячки. Не должен убить дубового. Во-первых, грабим. Во-вторых, так делаем. Так, ну че, пора получать ученого, я думаю. Фига тут вообще нашествие варваров. Какая странная карта. Где соперник? Он вообще как развивается? Ну, приблизительно так же, как и я. Вау, зажали. Скаута. Нет. Ой, я тут спасусь. Спасусь, спасусь. А, блин. А вот то, что я сейчас не заключил мир с Мельбурном, это ошибка была. Нет, слушайте, может, давайте сначала лучника я сделаю. Как я там рабочим что-то обрабатывать вообще буду? Смысл в рабочем. Так, ну мне где-то тут надо будет город ставить. Очевидно. Все, тут стоим. Блин, какая странная карта. Более вот рабочего еще веду. Нормально, мы выстоим. О, так, вот сюда надо. Точитал, ну мы не знаем, он может и через эти прошел, через горы. Так, сюда мне надо идти. Этот не убьет мне скаута. Не должен вернуться, вылечиться. Там его скаутов просто... Его скаута просто... Фак. А вот теперь все. Теперь скауту хана. Вообще не вижу, куда мне встать, чтобы меня не проатаковали. Ну, сюда, наверное, встану. А он в волю пошел. Вау. Так. Так, я ставлю вот сюда, на лошадей. Эту академию. Потому что эти лошади будут использоваться сразу. И наука. Ну, то есть и сюда еще плюс мы... Так. Пойдем-ка сюда. Наверное, лучников. Что мы тут построим? Давайте, наверное, святилище. Я возьму пантион на... Блин. Или вырубить лес все-таки на... на поселенцев. Ладно, лес на поселенцев. Ну, я не решил, где мне город второй ставить. Мне кажется, неужели сюда везти? Пойдем шелк еще вырубать. Давайте стены, наверное, эти откроем. Или лучше сейлинг. Сейлинг. Блин, мне вот тут надо еще посмотреть. Мне кажется, тут тоже я какой-то город поставлю. Третий, например. И вот у меня с этим... с этим полуостровом проблема будет. Там, наверное, четвертый можно, конечно, поставить. Стоит скаут, прокачивается просто. Слушайте, варвары, конечно, крындец. Может, мне честь взять? Че там? Лагерь. Найти Египет. Найти Египет. Блин. Я бы сам с удовольствием нашел Египет. Сюда встану. Видите, потому что он на болоте стоит, он, скорее всего, будет меня обстреливать, а я больше по нему буду стрелять. Так. Блин, я пойду, наверное, сюда сначала город поставлю. Давайте железо открою. Ну, я все-таки на пересеченную местность. Понимаешь, он на открытой стороне. Хотя, хотя вообще болото... Да, че я так веду? Там лагерь, так веду без защиты. Так, доделаем светилище и сделаем трирему после этого. Ситуация интересная. Но он как-то коляски не стоит, но зато... Ну, он явно городов больше поставил. Да, у него, как минимум, второй город стоит. Так, железо я бы обработал. Тоже коляски надо открыть. Потому что лошади уже как бы у нас есть, я поэтому сюда и ставил академию. Так. Интересный вопрос от пастбища. Вон, а я на плантацию возьму. Интересный вопрос где мне его. Я бы, наверное, все-таки довел до речки. Вот здесь бы поставил. Надо вот так сделать и так, так вести. Раз, два, три. Апельсинки дотягиваются. Ну и достанем. Тут тундры, правда, много, но основная тундра видите на холмах, которая норм будет. наверно на еду. Тут много счастья должно сейчас быть. охота нам вроде не нужна пока. Хотя олени. Ну я бы меткалу... Вот, ну, стены открыли, стены, а потом, наверное, все-таки математику и попробую Фитетру. Тут Петра, правда, не совсем прям фонтан. Блин, они убьют ли ручника этого. Да, какая интересная панагея. Но проблема в том, что он там будет близок ко мне. Я вот за этот город опасаюсь в плане, что его именно Египет может. Но, с другой стороны, он обстреливается только с трех клеток. Видите? А, вообще, если на холмы он станет с каких-то трех? Он на холмы становится и с большего обстреливает, да. так, еще одного лучника надо. после лучника амбар будем делать. тут где-то лагерь. на воду. лавилон вырос. производ... не, этот ход можно пока так, потому что за один ход в любом случае построится лучник. так, ну, соперник как-то ему... вон, я вижу его границы. Фа. Он очень недалеко. не знаю, но мне надо запустить морские караваны, построить стены. Только тогда, видимо... Так, значит, я на плантации беру... ну, да. так, не надо в какие-то... все-таки в метколуки давайте я сначала выйду. Хоть что-то против колясок. Но он не знает, где я. Он точно вот это не видел. Ему точно тут убили скаута, но он скоро узнает. Это вопрос времени. да, тут хороший город будет. все третий решу поставить. Так, пока тут постою. Начало лагерь уничтожить, чтобы точно не появлялись кораблики. не страшно, он сейчас сюда встанет. Блин, или сюда где-то город. Тут, конечно, мало клеток для обработки вообще. Но, понимаете, вот это тут хотя бы золото, ну, а с другой стороны тут шоколад есть. Блин. Ладно, мы с вами пока не спешим. этот лучник не очень приятно. Ну, мне надо было открыть тут территорию, а с другой стороны я мог это и кораблем сделать. Чего-то поперся. так, чувака все еще два города. Нет, три города минус семь денег, но он что-то построил, наверное, коляске построил. Блин, мне надо, наверное, блин, мне сначала нужен караван отправить из Вавилона туда. То есть сейчас мы строим тут караван. Там точно амбар сначала доделать, и тут после амбара сразу стену. он меня нашел. Он меня нашел. Сейчас ко мне, ну, блин, я не знаю, но у него две, наверное, коляски пока. Но я бы на его месте просто клепал коляской, прибегала и захватывала картер. Теперь вопрос, успею ли я до его прибегания построить. У меня просто уникальная стена у Вавилона очень крутая. Посмотрите, тут 6 плюс 100, а обычная стена 5 плюс 50. Понимаете разницу, да? Блин, не хватило. Ладно, давайте, знаете, как вот так сделаем, чтобы он захватил моего рабочего. Тут где-то бежит его скаут. Я, наверное, побоюсь пока туда подходить. Так, еще постою. Я, наверное, даже буду тут стоять, чтобы не появлялся лагерь больше никакой. Нету смысла тут дальше смотреть. Не, он просто разграбил. Ну, раз ты просто разграбил, мы тебя убьем. тут надо на производство переключиться по максимуму. Да, господи. А что ты? О, понял. Я понял, в чем прикол. Чтобы по коляске не ударил. Ай, фак. Короче, надо стену уже строить. Никакого роста, все на стену. может еще в мечников выйти, чтобы усилить сколько до мечников 8 ходов. нельзя выходить из города, потому что сильнее город стреляет, юнит внутри. да, конечно, ошибка была в традицию играть, вот честно. Я просто не ожидал, что все-таки он там близко окажется. но мы попробуем еще отбиться, я тут не теряю надежду. отступил. Но он сделает больше колясок и прибежит захватит. Это вопрос времени чисто. вообще давайте просто поставлю вот так вот на сон. Можно не появляться больше здесь никому? Спасибо. Тут я жду, может он сюда зайдет. тогда я обстреляю из города. Ага, он так сделал. Хорошо, я останусь в Вавилоне. Нету, блин, я не могу уже своих уникалов строить, да? Просто мои уникалы, они по силе в общем-то приблизительно равны 11,7 а этот 9,7 но этот 50 стоит а этот 26 почувствуйте разницу как говорится. сейчас разграбят 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 но мне надо лучников строить или стены подождите лесу сначала стены ну о чем я говорил он просто прискакивает своими колясками но он просто их сейчас и и фигачит там дофига этих колясок в пак просто ошибка выбора традиции и воли прикиньте ну ладно посмотри может еще стены помогут все так блин еще и не и не на холме стоит блин а тут он сейчас видит что у меня здесь варвар мешает мне у меня минус за мне понятно что и науки даже никакой нету но я это противостоять ему нету смысл в чем в науке то что ему тут надо ой я не думал что я его убью кстати прикол честно у меня прокаченный тут так мне надо прятаться в домик хватит ли мне два хода доска достроить стену вот в чем вопрос а он кстати не вернул юнита почему-то может он ггшку наверно не встретил ту вообще у него куча вот этих колясок сами видите так и следующим ходом надо будет сначала проатаковать дуболомом потом городом два хода до стены давайте давайте мечника откроем я думаю так ну а здесь тупо композиты фигачим но и здесь после стены если выживет никакой уже не амбар ну чё он там решил по городам что-то поделать он быстро кликает ребята он кликает быстро так следующим ходом стена половина снята ну вроде норм это можно стоять посмотрим конечно тут он сколько юнитов обстреливает как мы должны вот это убить следующим ходом я думаю ну так вот стоим лечимся нет это тяжело будет заберет но это это без шанса это спам спам колясками ты не без понятия как можно отбивать стены ну точнее как надо было в волю играть вот и все надо было играть в волю и я бы тогда своих лучников также строил как он вот сколько у него коляски кстати сила тут разница только в том что он их больше делает за счет производства 6 защита 10 атака а у меня 9 у меня 7 защита 9 атака то есть приблизительно они равны чем 26 производства у меня а у него 37 то есть у меня даже меньше производства требует слушайте а вообще не выглядит как он что он берет пока хотя ну все такими нет все таки выглядит я держу деньги на ап мечника я надеюсь что я смогу это сделать сейчас пойдем наверно туда как-то помогать сюда прыгну потом сюда не знаю ну и у него у него даже производства должно быть больше естественно делать так встану в принципе без разницы убито ну снижает он снижает силу он держит скаута чтобы захватить акад понимаете но вообще если он не будет на последней секунде ходить то я этого скаута должен убивать мне кажется так поперли а у него еще один она может все таки попытаться еще этих убить она протоку ну слушайте может все еще не так уж плохо этого поведу следующим ходом я оплываю в мечника то есть усиливаю силу больше делаю города наверное обстреливать буду скаута ну не знаю не знаю пока пока держимся так после мечника куда нам наверно в пикинё рыбы 16 14 17 а Продолжение следует... Не, ну этого скаута мы точно убиваем. И можем еще этого... Да, и вот этими новыми... Ага. Так, ему пока нечем захватывать. Да, давайте я вырублю тут лес, наверное. Ему пока нечем захватывать будет. Отлично. Скаута все-таки. Что, он сдался? Он сдался? Ребята. Ну это он зря. Ну серьезно. Ну это прикольно было, кстати. Ну давайте посмотрим, что там у него сейчас. Это я загрузил предыдущий ход. Предыдущий ход. Там вообще-ка темалые следовал, но... То есть я ему убил вот эту. Раз, два, три, пять коляс... Он везде строит коляски. Но он решил, что он не может продавить. Я вот... Я с этим не согласен. Потому что... Какая его ошибка? Во-первых, хоре скаутов строить? Построй копье. Или построй всадника вообще реально. Кстати, а он может в них не вышел. У него вообще нету науки. Вообще ноу-сайенс. И он, возможно, не вышел всадников. Да, он всадников не вышел. Тогда построй копье. Построй копье. Я копье даже, наверное, за два удара. Но подход тяжелый к городу. Я не спорю. Ему надо было. Вот просто поставить... Немножко отойти сейчас. Даже не отойти. Убивать мне мои юниты. Убивать мои юниты. Собрать кулак. Вот эти подвести юниты. Поставить их. И тогда обстрелять окат. И тогда попытаться захватить. Например, скаута я не убиваю за один ход. Ну, вообще, да. За два хода я его убиваю. Это сложно. Ну, короче, и копье. То есть убивать пока мои юниты. Мои юниты убивать. Строить копье. Подводить копье. Вот копье я точно даже, наверное, за три хода будет тяжеловато. Тем более на холмах. И все. И захватывай. Я сдаюсь, как только ты захватываешь окат. Но тяжело. Тяжело ему. Если бы я играл... Ну, потому что это Вавилон. Если бы я играл через волю, у него вообще не было шансов. Импо. Я бы еще, знаете, я бы тут какой-то промежуточный был. Раз, два, три. Наверное, я бы сюда город поставил. Раз, два, три. И сюда бы, да? Или здесь, наверное, бы стоял город. Еще, возможно. Тут бы стоял город. Там бы у меня еще стоял. Вот через волю. Это я страдал, потому что через традицию играл. Чего я злой-то был? Потому что через традицию играл. Но повезло, что чувак не смог меня дожать. Он решил, что коляски... Я сделал все правильно. Еще вышел в Мечников. Усилил город. Построил стены, в первую очередь. Вот посылал караваны. А тут же еще куча территорий. Вот тут он даже... Он даже ГГшки не нашел, кстати. Обратите внимание, что он не нашел ни одну ГГшку. В принципе. Катя, ему еще надо было бы в традицию играть. Но, опять же, мне кажется, в традицию Вавилон-то получше будет. Но у него тут места прикольные. У него тут горы как раз, холмы. У меня не такие места. У меня, мне кажется, места похуже. Ладно, получилась вот такая игра. По-моему, прикольно. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Здорово, стратегические Жевжики. Вы видите и слышите главного Жевжика планеты Земли Алексея Халецкого. А это значит, что вы на канале Леша играет и смотрите очередную дуэльку в пятую целу. Карта контактная, перестрелка. Мне выпала рандомом Голландия, сопернику Англия. Ну, против Англии будет хреново. Да и место еще такое, знаете ли, так себе откровенно. какие-то озера сплошные. Не знаю, мне тут не нравится вообще стоять. Я бы, наверное, к бананам пошел. Сейчас еще сюда прыгну на сами бананы. Он тоже, видите, ему не нравится. Я думаю, что у нас у обоих такое хреновое место. Так, руинки. Блин. С одной стороны, хочется сюда встать, чтобы Петра было возможно. Фак. Что-то... Ладно, встану. Но тоже такое место говеное, честно говоря. Ну, я подожду, когда добавится добавится клеточка с бананами. Но тут единственное, что клеточка с бананами. И все. Вообще ничего нормального нету. О, 95 зол. Так, это мы, значит, сразу вот так делаем. И хотя бы вырастим. Кстати, надо будет еще клетку с мехом. Или лучше... Не, наверное, с мехом, чтобы... Или, блин... Так, что-то... Так, вон ГГшка. О, Женева. Так, ну и на что мне брать пантеон? Вообще бред. Вообще бред, честно говоря. Так, я, наверное, куплю вот эту клетку, чтобы выросла на... На производство. Понимаю, что 60 стоит, но она сама никогда практически не купится. Блин. На лагеря... Это слабенько тут. На джунгли, так и джунгли немного. На пустыню, так и пустыни немного. Блин, братья-то универсальное, что ли? Так не охота, честно говоря. Ну ладно. В моем случае хотя бы хоть что-то. Потому что место хреновое. Так, давайте посмотрим демографию. Он еще не вырос. Но у него, в принципе, неплохие показатели там для столицы. Еще одного скаута. За два хода. Если я переключу так. Три. Нет, давайте за три, но хоть вырастет быстрее город. Ага, у меня Малако тут. Вообще, я хочу сказать, стартовое место очень так себе. Я вот тут начинал, да. А тут побольше. Ну ладно, я тут третий город. Я явно буду в волю играть. Очевидно, просто в волю надо. Так, хотя бы лошадки рядом есть. Зачем я выкупил? Блин. Малаку еще встретили. Так, давайте здесь пообещаем защиту. Здесь. Ну, скорее всего, мы у Малаки будем воровать рабочих. Хочу тут вот исследовать еще снизу. Блин, а у Великобритании, очевидно, какие-то холмы сплошные. Да, походу, нам с местом не повезло. О, население. Кайф. Так, это неплохо. Видите, так, так, и, наверное, на производство. Так. Вот его границы. Ну, нам вот сюда точно первый город надо будет вот туда куда-то ставить. Я сюда пойду. Тут у нас снизу есть еще скаут. Давайте сразу ему войну объявим. Но у него точно... Во, еще и соляной старт. Зашибись. Так, что мне тут надо? Давайте, наверное, лучников сначала откроем. Если же рабочего еще нету, чтобы там вырубку... Так, ну, зато я вроде неплохо собираю руинки. Ага, вот первое чудо, но такое средненькое. Наверное, вернусь сейчас дуболомом просто не буду. С малакой сильно отношения портить. Так, рабочего сначала. Вообще, ко мне проход... Блин, надо как-то вот тут ставить будут города. В первую очередь, я имею в виду. А он армию вообще не строил. Вообще, скаутов нет. Тут я все собираю. Вон у меня еще лошади. Ну и, наверное, только дуболом есть и все. Пока я не видел, Милан я первый встретил или нет. Убью, чтобы с малакой немножко улучшить отношения. Хотя, я там буду... Ну, какая разница? Прокачаем еще. Вот тут, конечно, бы еще исследовать. Но я хочу сначала тылы у англичанина посмотреть. Ага, вот второй. Так, чудеса говененькие. Тут никому из нас не повезло. Здравствуйте. Минус скаут. Смотрите, так у него, наверное, вообще сейчас нету... Он потерял, видимо... Да, ноль. Смотрите, вау. Так, так, мы можем сейчас его гнобить как-нибудь. Всячески издеваться и насмехаться. Так, сразу все... Или подождите, или... Давайте, наверное, сначала бесплатного сетлера. Тогда начнем со светилища. Так, и дальше колясочки откроем. У нас лошади есть. О, он уже сделал лучника. Блин, всего один ход я смог над ним насмехаться. Жаль. Блин, уже Лондон до четырех вырастил. Ой. Блин. Так, пока пойду. Не буду я этого лучника обстреливать. Встану сюда. Вырубаем. Ну, мне кажется, очевидно, что у него место лучше. И он тоже под Петру встал, видите. Так. А зачем я светилище, если у меня уже есть? Ну, ладно, все равно быстрее построим. Ладно, давайте, наверное, амбар тогда. Что-то хочется лес под амбар вырубить. Охота у нас все равно не открыта еще. Кстати, надо бы... Ну, я после колясок пойду в охоту. Угу, Библос. Так, ну все, я все четыре встретил. Давайте, наверное... Наверное, лошадей сначала. Так, а он... А он в традицию, ребята. А-а-а. Но он тут будет страдать. Так, ладно. Наша задача объяснить ему, что он неправ. Пойдя в традицию. На следующем ходу бесплатный посел. Но нам... Я бы... Прежде чем строить следующего, я бы вырос. Давайте, наверное, так. Так, два-два. Так, тут стоим в обороне. Тут стоим лечимся, я думаю. Так, тут мы, наверное, валим просто отсюда. Здесь он минул лошадей. Отлично. Убили скаута. Жаль. Хороший скаут был. Так. Ну, я бы в трех клетках ставил. Я бы, наверное, вот сюда, даже прям на михах. Хотя, блин, наверное, лучше на джунгли. Лучше на джунгли. Ну, чтобы джунгли вырубились сами по себе. Мне не приходилось их вырубать. Потом уже дальше там где-то город поставили. Вообще под столицу англичанину. Так. Построили сеттлера теперь. Валим. Так, у нас, наверное, вот эту я... А, тут вырубать надо будет. Да без разницы. Ладно, охота. Потом у нас будет календарь. Очевидно. Так, пошли-ка сходим. У малаки рабочего не появилось случайно? Так, наверное, этот лагерь не буду трогать. У меня слишком... Хотя... Хотя можно потрогать. Это же у меня скаут бывший. Он успеет убежать. Всегда. Блин. Ну, вот сюда мне надо куда-то везти. Надо, наверное, на помощь лучника. Два, три. Не знаю, я бы сюда, наверное, поставил. Город. Но тяжело будет туда пройти. Так, он в классическую эпоху вышел. И в математику, видимо, да. Да. Так. Взять на лучника. Вообще, ггшки хотят. Просто варваров убивать. А вот колясочка английская, конечно, не в тему. Вон еще моего сейчас... Ладно. Ой, там еще и лучник. А что я сейчас взял? Культуру, что ли? Блин, мне не дадут сейчас тут провести. Наверное. Так, пойдем-ка на помощь. Да, у него уже больше армия. Он уже поднастроил. Фак. Он, он... Смотрите, меня варвары убили, обстреляв сначала метателем топоров, а потом еще и дуболомом добив. Блин, ну и как мне тут провести? Это ж вообще никак. Так. Блин, а там могут захватить. Блин. Фигня полная. Но мне надо везти туда. Просто надо. Так, еще и минус по... Ну ладно, в этом это минус-то уйдет. Это не страшно. Так, пойдем-ка мы вот так. Еще, кстати, у меня не так плохо уже набилось религии. Пробуем сейчас убить эту коляску. Так, теперь мне варвары мешают. Но он явно тоже сюда куда-то поведет город. Я даже теперь думаю... Блин, мне надо было вот так ходить, черт. Чего я вот так по одной походил? Пак. Так, подводим этих учеников. Да, тут спецоперация по... Я боюсь, что он раньше сейчас поставит здесь город. О, а тут уже нету варварского лагеря. Наверное, он сам разграбил. Вот если англичанин, когда тут убили моих, он, наверное, лучником смог разграбить этот лагерь. Я думаю, так. Но я очень хочу сюда поставить. Это будет очень в тему. Блин, надо было честь брать. Давайте я сейчас честь возьму. Надо было сначала взять честь, а потом убить варвара. Да, ведь это культура. Чего-то не видать его пусил. Реально у меня отдают это место? Интересно. Слушайте, а вы где-нибудь видите еще? Вот еще на счастье, да? Чего-то на счастье вообще ничего нету. Ясно. Чувак сдался. Здорово, стратегические жевжики. Да, по трынжу немножко тут дуэльку в пятерочку сыграю. Ты не против? Как хочешь. Я вообще не возражаю. Почему нет? Жена возмущена, что мешаю ей сериальчик смотреть всякими вот этими цивами своими. Обдолбиться в цивы и сериалы смотреть мешает. Дуэлька в пятую циву. Запад против Востока. Такая очень обычная карта. Швеция выпала моему сопернику. У меня Греция. Обе цивилизации, кстати, на ГГшке заточены. Но мне не нравится, что я не на море. Да и место... Ну, хотя холмы какие-то есть. Я вот думаю, стоит ли мне к морю идти или нет. То есть, это туда надо идти, понимаете? Вот там. Давайте, наверное, так глянем. Просто тут... Ага, вот ГГшка уже сразу. Блин, ну, наверное, давайте попробуем. Чувак уже поставил. Я вот... Блин, или прыгнуть. Да, вон уже море. Ну, давайте глянем. Попробуем. Всего два хода нам идти. Это не так уж и... Ага. О, и Ватикан к тому же. Так, интересно. Я вот не помню, засчитается нам, типа, мы его встретили. Сможем мы пантеончик... Вот сахар, конечно, говнище. Это самый худший ресурс, который может быть. Потому что он постоянно на болоте. Это самая худшая клетка вот эта. Ну, с ресурсами. Понятно, что худшие. Это просто болото. Или пустыня. Блин, ну... Ага. Но я все-таки думаю... Блин, ну, тупо. Ладно, тут ставлю. Я успею сейчас пантеон принять. Не волнуйтесь. Следующим ходом. Дявно, у моего соперника просто не будет возможности. А, он, кстати, не на воде. Он, кстати, не на воде. Все равно мне не очень это место нравится. Не знаю, что я тут поставил. На плантации брать. Или обычный вот этот. Что тут плантация очень не скоро. Ладно. Можно было, конечно, плюс четыре от чуда. Но я тоже не факт, что я скоро поставлю. А, ну и я и не поставлю. Тем более ГГшка рядом. Кстати, Ватикану давайте защиту пообещаем. Валетто. Ну, валетто так себе. Хотя у валетто надо будет тырить. Рабочих, очевидно. А где... Подождите, а где... Рынки? Я их, надеюсь, поставил вообще? Да, вроде бы. Я вообще ни одной рынки еще не нашел, Ребзи. Вот она где. Так, у нас тут вообще влазит. Раз, два, три. Вот сюда влазит город. Только эти нормально. Еще в третьем радиусе будут гемсы. Ну, в принципе, норм. В принципе, норм. Давайте рабочего и... Вот так, наверное, пообрабатываем. Не на чем расти вообще. Ну, две еды рыбы есть. Майни... Не, давайте, наверное... Или вообще давайте... Не, давайте этих лучников откроем. Сейчас хочу сначала сюда прыгнуть. Хочу пос... Или нет? Давайте заберем. Вдруг там... Не, золото. Ладно, надо сюда еще прыгнуть, а потом посмотреть, что там у нас сзади. А может, и стоило на плантации взял. Но это довольно универсально, вот этот пантеон, который я взял. Это просто, если ты не знаешь, что брать, вот этот берете по одному культуры, веры, производства, это неплохо. Он, походу, не на воде поставил. Я хочу два рабочих... Ну, быстрее рабочих доделать, и потом переключу на рост. У него, наверное, там получше. Нет, суждено, тоже два жителя. А я думаю, он уже вырос. Ну, Катя, Швеция, Греция вполне такое... Вот на этой карте вполне честное... Противостояние. Так, значит, переключаем на... Так, чтобы расти, и лучника тут. Дальше... Амбар или майнинг? Ну, м-м-м... Вообще, амбар, потому что нам надо будет открыть этих... Ну, что, и на болото встал, зашибись. Плантация как раз за амбаром. Ну, я всего одну... Я всего одну руинку пока нашел. Что-то как нечестно, нет? Мне кажется. Вот руинка. Хотя бы так. Ну, и сразу пошли... В плантации. Так, что я хочу? Культуру хочу. Просто окружающее пространство. Но, мягко говоря, территория так себе. Есть реки хотя бы. Афины, правда, не на реке, но... Фермы, но такое. Очень средненькое. Так, один ход. Один ход поделаю амбар, и потом, как три жителя будет, переключусь на поселенцев. Вот эту... Вот этот лагерь явно вот эти две ГГшки будут хотеть, чтобы я их... Чтобы я ее зачистил. Так, все, понеслась на пусила. Так, производство, производство, еда, производство. Еще вот эту надо купить. Нормально. А зачем я ее купил? А тут город мог поставить. Блин, короче, просто потратил 30 монет. В никуда. Население. Вот это зашибись. Вот это сейчас зашибись вообще было. Так, до плантации два хода. Ну, я бы... Я, по-моему, болото еще не могу осушать, да? Да. Я бы тут вот встал просто и подождал эти два хода. Блин, он тоже в рынке нашел жителя. Нечестно. Ну, пока все ровно, в принципе. Так, теперь в осушение болот идем. Тут стоим в защите. Слушайте, а вдруг я еще успею дойти, он не заберет, не заберет. Потому что это три счастья все-таки. Ну, две науки мы вряд ли будем обрабатывать. Но вот три счастья, причем три счастья, когда просто на вашей территории, это круто. Так, и у меня оба города достают до всех... Банана, цитру... Ну, наверное, расти будет офигительно. Достают до всех ресурсов роскоши, которые есть на моей территории. Не, мне кажется, должен, должна... Да, все, забрала уже валетта, жаль. Но все равно мне надо тут город ставить. Как бы без вариантов особо. Две рыбы у столицы. Так, дальше три ремы давайте откроем. В общем, хочется город поставить, пока он вот эту клетку не присоединил. Тут, кстати, Петра, возможно. Так, дальше... Блин, надо... Ладно, давайте сначала все-таки три ремы, потом уборку болот, потом письменность. Здесь, значит, пойдем... Я надеюсь, у валетта еще рабочего украсть. Так, все, успели поставить. Сразу выкуплю вот эту клеточку, чтобы валетта ее не выкупала. И давайте надеяться, что валетта сейчас рабочего сделает. Тут просто лучник ходит. Хотя он может пошел этих... По-хорошему надо, конечно, дуболома в город поставить, чтобы мы не тратили деньги. Но я не хочу, чтобы меня разграбили. Давайте, наверное, на еду все-таки, чтобы столица быстрее росла. И так, сколько у нас осталось до... Два хода. Давайте, наверное, рабочего два хода поделаем. Давай три ремы сразу сделаю. Есть рабочий. Отлично. Так, уберет ли валетта? Не убрала. Отлично. Забираем. Мы играем без великой стены, без великой библиотеки и без голосования в Конгрессе. Ну, все. Все традиционно. Так, а этот лагерь сегодня они не хотят, да? Я, наверное, вернусь. Пока... Я не буду трогать лагерь, пока... Черт. Мне надо... Так, два хода. Я надеюсь, что эту клетку выкупим. И мы выкупим, чтобы Ватикан не выкупил гемсы. Это ж будет фейл... Фейл фейлов. Я забыл переключить на три ремы. Но он, походу, не на море поставил город. Если я правильно понимаю все циферки... Так, отлично. Фуф, пронесло. Дождался я этого лучника, наконец. По идее, мне должно хватить дуболома. Так, он второй город все еще не поставил. Стоим, один ход ждем. Вообще, конечно, вот этот лагерь неприятный. Ему ближе ко мне идти, поэтому... Ой, блин, еще один. Ну... Так, придется вылечиться. Неужели он на море стоит? Черт. Не пойму, поставил он второй город? Но если он поставил, почему он на 40 очков отстает? Прикол в том, что он сейчас вылечится об лошадей. Да. Смотри, на море стоит. Нифига он эту клетку выкупил, интересно. Так, ну, значит, караваны у нас не морские будут. Мы тут не вытянем... Так, у него, ну, два города. Да, уже два города. Мы не сможем их защитить. Собственно, как он и... И он свои. Прикольно. Столица друг напротив друга стоит. Так, а где же он второй город поставил? Ну, тут, короче, игра в эти. Кто быстрее выйдет в Голиасы? Правда, у него Стокгольм хуже берется, чем у меня Афины. Да, наверное, стоило на бизонов, конечно, лучше поставить, видимо. Так, вау. А у него второй-то город не на побережье. Вот в чем прикол. Так, наконец-то... Ну, только пока Валетта захотела этот лагерь. Мне надо, чтобы Ватикан тоже захотел. Без желания Ватикана тут ничего не сделать. Охоту давайте. Чиним. Ну, у нас счастье будет отсюда. Просто будет, что я не защищу. Ладно, давайте обработаем. Боюсь, что я не смогу защитить Гемс, если тут будут вот варвары постоянно ходить. То есть, мне надо выводить лучников, чтобы их защищать. Так, все, тут не проплыть. Я думаю, ну, к Ватикану можно сплавать. Вдруг там чудо. Он, наверное, у какого-то чуда поставил город второй. Вдруг там чудо. Ладно, сплаваю. Посмотри, все равно туда ходить не буду. Так, стоим здесь. Ну, пока у меня получше. И он даже в письменность еще не вышел. Он обработку бронзы открыл. И колесо открыл. То есть, он вообще не в морское куда-то идет. Я просто жду, когда лагерь откроется, чтобы на Бизоне лагерь сделать. Когда вы стоите на территории ГГшки и атакуете варваров, то у нее не уменьшается к вам отношение. Что, типа, вы на ее территории. Типа, считается, что вы с варварами воюете. Напоминаю, способность Греции медленнее снижается отношение ГГшек к нам. Ну, ее валет-то убило. О, стоп. Блин, я не хочу, чтобы ты этот лагерь... Блин, я не успею. Он, скорее всего, убьет раньше, чем я дойду. Черт. Ватикан решил не просить помощи. Он просто сам его убивает. Ясненько. Ясненько, понятненько. Так, стоит ли... Ну, давайте мы тоже железо, наверное, откроем. Блин, это хреново. Я тупо не успеваю, видимо. Опять проблема, что он вылечится. Может, пускай он рабочего захватывает? Нет, короче, пускай он тут захватывает рабочего. Да, тут, походу, у Ватикана ничего интересного. Ну, здесь я, наверное, библиотеку. Так, попробуем... Попробуем вырасти. Он вообще в письменность пока не выходит. Неужто он там пошел, типа, напрямую в какую-нибудь Петру, висячие сады, что-нибудь типа такого? А, блин, а как он? Ну, это вообще не честно, что он может и... Да ладно, и захватить, и разграбить мне территорию, и таким образом вылечиться. Тут зона контроля должна быть, мне должно очков хватать. Видите, я не успеваю забрать, сейчас заберет... ГГшка. Тут не появляется никто, и ГГшка просто забирает. Черт. Обидненько. Блин, слушайте, так я мог, наверное, и морские тогда... Ну, вообще опасно. Во-первых, он может город поставить, во-вторых, Геную засоюзить, и Геную мне это все... Ну, все-таки нормально, что я... Да вы прикалываетесь, еще какой-то говнюк пришел. Но он не должен вроде убить. О, не забрало, зашибись. Ватикан все-таки хотел, чтобы убили этот лагерь. Зашибись. Это мне повезло. Всю работу за меня Ватикан сделал, и с барского плеча разрешил зачистить лагерь. Так, что у нас с железом? А кайф у нас нет железа. А, у Ватикана железо. Ладно. Так, да ладно. Ну, в философию пошли. Да нет. Ну, е-мое. Сейчас за этим... Как я это ненавижу, господи. Сейчас бегать за этим рабочим. Вот эту рыбу бы выкупить, наверное. На всякий случай просто. Так, после философии оптику. М-м-м. так библиотека 6 ходов 4 как раз лучник где-то и нацку лишь где-то в это время и начнем да блин чего не не залучивается ладно пускай так будет золочина 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 так 42 да давайте так но вообще голиасами стокгольм тяжело взять он еще не вышел и что-то пропустил никуда а вышел в математику он все-таки так он нет пока только в математику он все-таки идет типа висячие сады и петру похоже так мне наверное хватит пока вообще давайте давайте сеттлера как раз 4 хода нормалек раз нацку лишь и мы третий город поставим там он где у нас столица появилась тем не посел появлял где-то вот здесь будем ставить так библиотека 2 но на один ход быстрее потому что тут библиотеку мы достроили святилище не хочу друзья что маяк так и не а после философии у меня маяк так наверное давайте еще тогда лучника 2 одинаково города по размеру давайте туда сплаваем блокировать ему не чем мне ничего ему 3 ремами у него нету морских ресурсов но типа решил может раздва он может только на оленя город ставить он украл у генуи рабочего а а а а а так ну и куда игра сюда предлагает я бы скорее блин эти два варианта либо сюда либо сюда сюда я достану до оленя но он в тундре ты не так круто а сюда я поставлю достану до камня мне кажется круче сюда ставить так зона контроля у нас тут должна быть что он не мог отсюда выплыть никак без того чтобы остановиться так так забираем атакуем к 1 ход он давайте вообще не рыбацкой лодки нафиг не нужны с другой стороны давайте один ход бараки потом начну маяк да прям в космос точнее в компас еще мало тут производства на самом деле так начну с фермы здесь так этого лучника сюда но теперь уже довольно мало где могут появляться варвары день тут могут появляться пока этот город не вырос и здесь ну и здесь здесь кстати вообще наверно не факт уже не могут пожалуй производство оставим ну вообще он не особо отстает честно говоря прикол в том что он вообще но он в петру пошел по какой-то причине он даже до сих пор библиотеки не открыл возможно он просто идет в арбалеты но арбалеты защиты вот на блин я на сколько лишь не застроил факт вот это я молодец поспешил так слушайте может мне дороги открытие сделать пока я вроде все рисуют и обработал кроме того мне точно нужны а давайте драму и поэзию сначала что нам нужно писателей а потом нам стадионы нужны черт я тупанул тут с библиотеками и нацколледжем и бараки сейчас зачем-то построил 76 у меня тоже типа 76 почему-то спарта круче развивается чем афины еще бы гелик конечно еще построить пока я проданет вышел он вышел он в деньги и может тут на библиотеку переключиться ошибка моя конечно что я так а что тут мои гэгэшки хотят stonehenge валетта пророка потому что реально stonehenge но это соответственно и пророка ускорит генуя бы за союзе такую круто было бы очень куда мне деньги девайсу и 55 монет надо сейчас минус нет сейчас ноль по идее должно стать следующим ходом по счастью храм артемиды этот лагерь кто-то другой ну понятно кто уничтожил понятно что его швед уничтожил так в спарте все на производство в афинах все на производство да давайте в афинах stonehenge попробуем а гильдию писателей мы в спарте будем потому что только здесь мы мы сможем сады поставить да и растет в принципе неплохо спарта и поехали пожалуй дорогу нам бы еще одного рабочего о висячие сады есть кстати он традицию как закрыл нет но он на еду там всякую взял пантеон на всякую еду такую на вкусняшки так у нас появилось счастье но нам надо чтобы карин фрос так сделаю так арены открыты не знаю стоит ли мне в деньги эти я бы все-таки в начале вышел в голиасы там у нас и караваны дополнительные я не я не верю что я могу стокгольм тремя голиасы мне четырьмя четырьмя подожди четырьмя могу сюда пойдем потом коровок этих обработаем здесь он коровок хочет пусть нет коровок почему-то все равно в спарту отправляю тут у нас надо будет сажать этих ребят в гильдию письменников о посел куда это он отправляется интересно куда-то пошел тут ну явно куда-то он туда его хочет везти вряд ли он захочет сейчас на олене ставить очень тут тупое место будет сейчас колизей или оракул колизей наверное все таки я не поведу пока в користь там слишком мало жителей будет вот смотрите мы сейчас тратим на дорогу 33 деньги а получать будем за торговый путь 9 потому что крупные города а два жителя это мало мы будем тратить 4 на содержание явно в плюс не выходим блин наверно стоит немножко лесопилок ой склик так генуя у нас хотела валетта пророка ждет и храм кстати храм артемиды тоже неплохая вещь блин с другой стороны мавзолей в геликарнасе конечно в каринфе но ты и так слишком крутой давайте оракул сначала люди по всему не тоже не ахти но хотя он еда он отращивает так а что у него по письменность он все таки открыл ну я потом после компаса по его стопам схожу не знаю где он там петру планирует делать почему он в нее так спешил откуда ты тут взялся хорошо тут разграбить ничего не может где-то вот тут лагерь значит так это вас генуя дала счастье знаете что надо скаута через генуя прыгнуть и найти чудо у нас и ватикан и генуя этого хотят давайте в спарте блин а может гоплита его же хрену ну с другой стороны скаут ладно скаута гоплит конечно сильный но не может так скакать по по холмам как хотелось бы сейчас уже не спешу с библиотекой потому что я сначала оракул хочу построить прежде нац колледжа ну в принципе сейчас уже можно дорогу вести тем более тут бараки у нас еще вообще зашибись я не буду пока в метро луки апгрейдить я не понимаю почему он летел так в деньги если до сих пор нету петры 71 ход это уже поздно но не поздно нас если не стоило того до колизей три счастья тут сады пожалуй так то это лагерь ватикан видимо захотел да ну наверное можно уже апнуть вот этого одного в метка лука а есть чудо зашибись так надо так делать из-за традиции город сильнее бьет если внутри находится юнит вот это ли из олигархии плюс 50 процентов к силе удара городом более но они сейчас заберут лагерь черт так но греции у нас в православии будет просто пророка хотел суде хотел так и морская инфраструктура четыре хода генуя объявила войну ватикан объявил войну забрали они этот лагерь прожить а что тогда чего тикан хочет уже ничего не хочет генуя это все здорово так давайте тут продолжать тихонечко прокрадываться скаутом так рост успел все сделать так три хода и золотой век и писатель вообще все зашибись все ровненько по таймингу так что он там построил колосс интересно так что еще гэгэшки хотят храм артемиды но уже не буду делать и караван в ватикан ну за в конце хода похожу попробую захватить этого рабочего еще и генуя зашибись вот это круто теперь генуя моя на очень долгое время а он третий город поставил в итоге но я там был посел до хельсинки только сейчас один с ну кстати размеры городов примерно одинаковые у нас ну господи чуть спас так начинаем галя сики строить у него еды каким-то ну из-за пансиона очевидно смотрите насколько у него меньше производства зато счастья у него нету на 4 техи он отстает так мачу пикши к сожалению построить не могу меня нету гор поэтому просто в чеченицу пойдем оон вышел в современности куда в чеченицу проще он идет конкретно в арбы в надежде отбиться чисто арбами ну вообще я точно него раньше нападу но слишком мало клеток в стокгольме хотя сейчас глянем я слишком качин он сдался будем считать это называется он сдался ну тут очевидно что я побеждаю давайте глянем просто с его стороны то есть один город на воде против двух на воде побеждайте знаете когда можно ставить когда вы начали не на воде и вы готовы например у вас уже там арбалеты вот вы или там недалеко от арбалетов вот прям ставите сразу там со стен начинаете арбалетами отбивайтесь вполне арбалетами можно и от фрегатов даже отбиваться если вот ну вот тут проблема стокгольма вот тогда если бы три клетки было только то тяжело было бы брать с четырех все-таки берется видимо ну вот место шведа по моему намного лучше намного производственнее чем у меня просто это просто лучше так ради чего он спешил я не пойму в деньги ну гильдии а ему даже мачу-пикчу он ним он в стокгольме не может поставить что-то третий радиус только в хельсинге мог бы мачу-пикчу построить то есть понять очень долго нафига он там мачу ну по идее это ради обычно арбалетов делается но мы еще арбалета вот эти две техи открыть в чечнице бы раньше него вышел у него только два рабочих а ну я и третьего захватил правда у него и отдал гену и ну тут вот он видите он почувствовал что что-то хреновый у него так а по по счастью какао но у него даже четыре у него а у меня при сколько было у меня три не удачу по-моему коще место у него точно лучше что я молодец я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео не удачу а